Apple снова взялся за старое и стал восстанавливать айфоны. Попробуем еще раз разобраться, что же это такое айфон восстановленный и стоит ли его покупать. Как мы помним, первый восстановленный айфон вышел в модели 5s. И мне многократно пришлось объяснять тогда людям, что это не какой-нибудь там рефреш, который собираются во всяких таких будках, где скупают на запчасти разбитые, искупанные, там, краденые айфоны, заблокированные. Их там пересобирают, короче, в итоге скрепляют, у которых все шатается, коробка непонятная, шрифты непонятные на коробке даже. То есть сразу в глаза даже бросается. Многократно приходят в магазин люди и, ну, приходили, приносили и говорили, помоги, пожалуйста, разобраться. Вот мне предлагают купить это оригинал или в шешу, но там просто вот все видно было, что это не оригинальный айфон. Тут дело обстоит по-другому. Как вообще появляется на свет восстановленный айфон? Человек покупает в магазине новый айфон. Ну, через какое-то время, через несколько дней у него выявляется заводской дефект, брак. Хрипит динамик, телефон перезагружается, может греется, может выключается, там, на камере соринка или что-нибудь еще такое. Он его приносит в магазин, ему меняют его на новый. А этот айфон едет на завод. И вот айфон приезжает на завод и начинается самое интересное. Его разбирают и собирают как новый айфон. Из того, что доезжает до нас от того айфона, который вернул этот чувак в магазин, остается только материнская плата. Ну, сама плата. Если плата накрылась, то из такого айфона восстановлен уже не делают. То есть все, в утиль, собираем новый айфон. А так, заменяется дефектная деталь. Допустим, это динамик, камера, что-то. Все остальное. Новый дисплей, новый корпус. Все болтики, все шлифы, все новое. Аккумулятор, линзы, камеры. То есть полностью новый айфон. Притом собирается он на тех же станках, в тех же мощностях, что и собираются первоначальные айфоны. Проверка качества и все прочее. Все как у оригинальных айфонов. Потом, пусть в это слово тоже оригинальный вас не пугает, он тоже оригинальный, просто первичный и вторичной сборки я имею в виду. Он упаковывается в новую коробочку с новой зарядкой, новыми наушниками, а оригинальными, такими же, как у того же самого айфона, который первый был с витриной куклы. Правда, коробочка немножко отличается. Вот у нас коробочка от тех айфонов, к которым мы уже привыкли, седьмых. А вот такая коробочка у нас от пересобранных. Сзади тоже меньше надписей. Разница в цене у таких айфонов, если, допустим, 32-гигабатный айфон 7 стоит сейчас, ну так, не официалка, цена в магазинах вводит по-разному, допустим, который не российская сертификация. Это тысяч сорок, тридцать пять, тридцать девять, пятьсот, сорок тысяч, да? То восстановленный стоит где-то 36 тысяч. Разница в три, три, пятьсот, четыре тысячи. С одной стороны, типа, ну и так айфон дорогой, я куплю себе лучше новый. А с другой стороны, а почему вы не сэкономите эти денежки, если вот такая всего лишь разница? Вы получаете, считай, новый айфон, ну как новый, как его указывают на ценниках, новый айфон с годовой гарантией. Что бы с этим телефоном ни произошло, он подлежит замене на новый. Напомню, он подлежит не ремонту, а замене на новый в течение целого года вашей гарантии. Теперь я его распакую и покажу, что же там внутри. Мы еще раз убедимся, что он такой же, как и любой другой айфон. Распаковочка. Так, я обещал его открыть аккуратно. Та-дам! Вся вот эта бумажная лабуда. Наушники, зарядка, блок. Все новое, оригинальное. С коробочкой ясно. Сам айфон. Мне вот черный не достался, чтобы со своим черным сравнивать. А так все такое же, все такое же, абсолютно те же надписи. Теперь я его включу. Кстати, мне очень нравится вот этот белый цвет. Я одно время даже думал свой черный на него поменять. Но потом я понял, что мне его нравится спинка. Все включается, все работает. Камера снимает, Touch ID работает, динамики звучат, не хрипят. Вероятность брака у таких айфонов такая же, какая и у оригинальных. То есть процент, по которому можно нарваться на какой-то дефект, абсолютно такой же. То есть бояться купить айфон 7 восстановленный, это так же, что бояться купить айфон 7 новый. Потому что если на аппарат дается заводская гарантия, то тут бояться, в принципе, нечего. Если бы он был там с трехдневной гарантией, или вы покупали его с рук, это другое дело. То есть вопрос вот в этих трех-четырех тысячах, стоит ли на них экономить. А почему бы не сэкономить, в принципе, почему? Если, конечно, не какой-нибудь мажор, который, что там, что я должен покупать, восстановленный с коробкой. Но можно сэкономить эти 3-4 тысячи и на эту денежку купить себе чехольчик такой неплохой. Хотя я не люблю, я ненавижу чехлы. Вот здесь сколы даже на айфоне есть, но я не одену. Не люблю, я люблю наслаждаться дизайном телефона, но можно купить знатный чехольчик, пленочку, бронечку, если вы любите. Бронечку тем более не люблю, но вот бронечку поставить, там что-нибудь еще, купить Powerbank на всякий случай, Monopod и прочее. То есть можно сэкономить, я считаю, это стоит того, потому что разницы никакой. У вас есть гарантия, у вас есть заводская сборка, новые детали. Выбор, конечно, за вами, это не реклама, это всего лишь мое мнение и совет. Я бы сэкономил. Но у меня уже есть седьмой айфон. Единственное, что меня еще удержало бы от покупки айфона 7 восстановленного, это то, что через месяц выходит восьмой. Кстати, маленький слушок о восьмом айфоне, ведь мы знаем, что кнопочки вот этой уже не будет. Куда денут сканер отпечатков? Долгое время ходили слухи о том, что он будет встроен в сам экран, но недавно я краем уха услышал, что, если вы помните, как у моделей Sony, линейки Z и теперь линейки X, Touch ID встроен в боковую кнопочку. Вот так Apple вышел из положения хитро, проверено временем, другим производителем. Ну, в принципе, удобно. Когда выйдет восьмой айфон, я его притащу сюда и сниму на него обзор. И чтобы я мог поделиться с вами своим восторгом, подписывайтесь на наш канал и ждите вместе со мной. С вами был Джамал, до новых обзоров. Данил, ты что это? Apple снова... Я крикнул. Перестань тогда топать сейчас. Ты заметил, что штука только тебе на голову сыпалась, когда идешь? Может, слово дешманский не говорить, это арсеновское слово. Распаковочка! Что за голос? Поддержанный жесть. Его подержали. Он сейчас так стал, как фейник такой профессиональный жесть. Взаимно же вот эти ухоженные все бывают причесанные, аккуратные парнишки такие в рубашечках. Интрига нарастает. Утечки утекают. Нет, подожди. Утечки утекают. Интрига нарастает.